В Павлодаре установили памятник Бюст выдающемуся педагогу-просветителю Мусахану Конопьянову. Вся его жизнь была связана с народным образованием. Он стал ярким примером настоящего профессионализма и самодачи в вопросах просвещения и воспитания казахской молодежи. Когда было 100-летие, два года назад, 100-летний юбилей, ученый совет университета принял решение, потому что в ученый совет обратились выдающиеся деятели Казахстана, Шотов Алиханов, Алжас Сулейменов, Асанали Ашимов и другие, с письмом рассмотреть вопрос о присвоении имени Мусахану Конопьянову Колыч. Этот вопрос был рассмотрен и в третий год уже Колыч носит его имя. После открытия памятника Мусахану Конопьянову в конференц-зале областной библиотеки имени Тара Игорова состоялась творческая встреча с его сыном Махаджаном Конопьяновым. В рамках республиканской акции «Одна страна, одна книга» Национальная академическая библиотека предложила к 30-летию независимости Республики Казахстан прочтению 30 книг. Одной из них стал сборник стихов Бахаджана Конопьянова «Достояние души». Юные мои читатели иллюстрировали мои произведения. И вот это было не только одно стихотворение, второе стихотворение. Всю книгу «Достояние души», которая вошла в 30 книг на встречу к 30-летию независимости, которая в прошлом году отмечена в государственной премии имени Абая. Я вот признаю, сегодня встреча с ними состоялась как всеобщей нашей радости. Подарил им свой кэжбек в моем переводе и решили и дальше сотрудничать. Продолжение следует...